Анализировали такие вещи, как эпилептические припадки, инсульты, гипертонические кризы. Какую аудиторию вы брали? Мы брали аудиторию Мегаполис, Москва. Выборка как делалась? 9 миллионов человек. Это все данные по вызовам станции скорой медицинской помощи 33 района Москвы. Без каких-либо изъятий. В те дни, часы, когда состоялись выступления Чумака по телевизионным аудиториям, происходило заметное снижение общего количества вызовов станции скорой помощи. Это самый главный результат. Где вы это проводите? В частности, мы проводим в институте гигиены исследования воды и свойств воды. И там получены совершенно очевидные результаты. Меняется электропроводность, теплопроводность. Мы проводим эксперименты в Тимиряевске. Они научно зафиксированы? Ну конечно. Есть официальные бумаги? Есть официальные отчеты, подписанные руководителем лаборатории, академиком Расманиным. Есть вот такой фолиант первого этапа исследований. Есть первый этап исследований в Тимиряевской академии. Где уж трудно, допустим, внушить семьи кукурузы, чтобы она росла быстрее. Растет быстрее. На сколько быстрее? На 18,7% ростковая верхушечная часть ускоряется рост. И на 6,5% ускоряется рост корневой системы. То, что растение реагирует положительно на эту воду, обработанную Ивану Владимировичу, это факт. Например, гриб фузариум, скажем, он заплодоносил на воде, то есть это на среде, которая обработана Иваном Владимировичем, а необработанная и контрольная среда, он только-только приступает к этой фазе развития. А грибы, понимаете, другого типа, скажем, ну, вот скажем, пенициллиум, у него колония образовалась почти в два раза больше, чем на контрольной. Вот мне убеждает реальная вещь, все, этому я верю. Меня абсолютно, простительно, плевать на выздоровление, болезнь, наверное, там все это помогает или не помогает. Меня лично очень заинтересовало влияние на неживую природу, где внушение никакой роли не играет. Что вы имеете в виду? Я имею в виду изменение электроводности воды, например. Есть отчет, и минуточку. И вот такие вещи меня интересуют. И воздействие на растения, которые тоже не подвергаются внушению. Я не имею оснований не верить ученым, которые это сделают, потому что серьезные коллективы. Интересно слушаю наших психотерапевтов, врачей и так далее, и хочу, чтобы они мне ответили, что можно внушить вольтметру и редиске. Так, это вы мне? Нет. Ага, слава богу. Хорошо. Одну секунду. Задам встречный вопрос. Почему вы разделяете влияние на человека и влияние на редиску? Ведь Алан Владимирович излучает один вид энергии. Если он влияет на редиску, то, видимо, это та же энергия, которая влияет на человека. Почему вы это абсолютно исключаете и не хотите подвергать анализу? Одну секундочку. Так. Так. Это, собственно говоря, повторяется мой тезис. Я и говорю, что дело не в внушении, или не только в внушении. Если можно подействовать на вольтметру и редиску, то тут, простите, психотерапия и психодействия никакой роли не играет. В 1989 году, когда были мои сеансы, я уж не помню, кто был автором статьи, в том числе Борис Иванович, по-моему, Владимир Иванович Лебедев, и там целая когорта выступила против, я сказал, вы найдите мне один достоверно доказанный случай отрицательного видения. Один. Не надо здесь разговоров. Много. Вот там один достоверно доказанный случай. Вот тогда мы поговорим. Спасибо.